Самое время озаботиться женским здоровьем. Сегодня мы этим и займёмся. С какого возраста нужно проверяться на рак груди? И как повысить уровень эстрогена? Какие продукты нужно есть каждой девушке, живущей в большом городе? И какие опасные ошибки для здоровья совершают девушки при похудении? С вами программа «Доктор 24». И сегодня мы снова вас удивим. Отправляемся изучать женское здоровье большого города. Многие женщины думают, что после 40 лет им нужно обязательно принимать кальций. Так ли это на самом деле? Я сегодня приехала в Центр женского здоровья городской клинической больницы номер 31 Лилия Савельевой, чтобы разобраться в этом и других популярных утверждениях про, собственно говоря, женское здоровье. Поехали! Михайлова Юлия Валерьевна, врач-акушер-гинеколог, Центр женского здоровья, городская клиническая больница номер 31, Галина Михайловна Савельевой. Юлия Валерьевна, мы сегодня находимся в Центре женского здоровья, который, я так понимаю, открылся совсем недавно. Вот расскажите, пожалуйста, что здесь происходит? Да, наш Центр открылся в ноябре 2023 года и оказывает помощь женскому населению по новым стандартам акушерско-гинекологической помощи. А что тут нового? Появилось какое-то современное оборудование, правильно я понимаю? Да, Центр полностью оснащён современным оборудованием, лаборатория очень хорошая. Мы делаем полный спектр анализов, которые необходимы для диагностики и коррекции лечения. А также здесь представлена помощь беременным женщинам в рамках диспансерного учёта. Идеальное место о том, чтобы поговорить про мифы о женском здоровье. Считается, что после 30 лет лишний вес неизбежен. Ну, смотрите, действительно, отчасти в большей степени это миф, потому что есть представление о том, что при замедлении метаболизма уже в организме женщины, которое происходит именно после 30 лет, может увеличиваться масса тела. На самом деле избыточная масса тела имеет под собой две составляющие. Или это заболевание, или это неправильное питание. Будете вести здоровый образ жизни и будете стройными. Хорошо, вопрос номер два, а точнее популярное утверждение, что после 40 лет нужно принимать кальций. Многие женщины боятся остеопороза, наслышаны про эту болезнь хрупких костей. Поэтому вот стоит ли принимать кальций для профилактики или нет? Кальций для профилактики целенаправленно принимать не нужно. Можно кальций принимать в совокупности с витамином D. Мы рекомендуем витамин D к приёму, как правило, осенью и зимой. Имеет смысл добавить в свой рацион питания хотя бы 3 молочные порции в день. Это будет достаточно для восполнения дефицита. А как, кстати, понять, вот есть дефицит или нет? А понять это можно только одним способом – это сдать кровь на кальций. Хорошо, обсудили второй миф. Оказывается, принимать кальций для профилактики остеопороза и для укрепления костей не стоит. Это нужно делать только по назначению врача. Третий момент. После 45 лет невозможно забеременеть. Этого боятся многие женщины, потому что современная женщина, она до 45 лет, она вообще только карьера строится. И многие как-то спокойно относятся к тому, что в это время ещё нет детей. Стоит ли им переживать? Это действительно невозможно. Нет, ну это миф. Конечно, беременность может наступить и в 45 лет, но природа придумала нас таким образом, что самые лучшие прекрасные годы мы, конечно, должны отдавать материнству. Мы рекомендуем женщинам позднего репродуктивного возраста перед планированием беременности, обязательно обращаться к доктору. Потому что чем старше женщина становится, и особенно если у неё предполагается первая беременность, то, безусловно, есть определённые риски, и чтобы их предупредить, необходимо обследование и консультация врача, безусловно. Ещё у женщин есть ряд вопросов, которые они стесняются задавать даже врачам. Вот, например, один из таких вопросов, может ли бюстгальтер с косточками спровоцировать развитие рака груди? На самом деле, очень жаль, что женщины стесняются задавать такие вопросы, потому что вовремя заданный вопрос иногда может спасти жизнь. Давайте с вами обсудим это подготовившись. Хорошо, обсудим этот вопрос и другие чуть позже. А я передаю слово Юлику. Он выясняет всю правду о главном женском гормоне – эстрогене. Эстроген считается главным женским гормоном, потому что он делает девушек красивыми и счастливыми. Но также у него ещё много различных функций. Например, он улучшает здоровье сердца. Так почему у некоторых женщин эстроген снижается? Сейчас я это выясню у нашего эксперта. Народовская Ольга Андреевна, врач-серапевт, кардиолог, диетолог. Март считается женским месяцем. И поэтому хочется поговорить сегодня о женском здоровье. Что такое эстроген? Зачем он нужен? Эстроген – это группа половых женских гормонов, которая выполняет множество важнейших функций. Но основная функция – это, конечно же, репродуктивная, сексуальная. Кроме этого, эстрогены влияют на внешние проявления в виде кожи гладкой, на красоту волос, на откладывание жира в типичных местах женских. Кроме этого, эстрогены оказывают огромную роль на здоровье сердечно-сосудистой системы. Именно поэтому женщины до менопаузы гораздо меньше подвержены как раз сердечно-сосудистым катастрофам, в отличие от мужчин. Но, к сожалению, эта привилегия сохраняется не навсегда. И когда женщины вступают в период уже менопаузы, заболеваемость уже сравнивается с мужской. Что важно делать девушкам, чтобы эстроген был всегда в норме? Здесь, конечно же, как и везде, это адекватная физическая нагрузка, обязательно адекватное питание с нормальным количеством жира, белков, которые необходимы для построения эстрогенов. Ну и, конечно же, минимизация стресса. Спокойная женщина означает то, что у неё будет прекрасный уровень эстрогенов. Ольга Андреевна, а вы говорите, с возрастом эстроген снижается. Вот во сколько этот период начинается? В среднем от 40 до 55 лет. Это как раз тот самый период вступления уже в постменопаузу. Нужно ли пить дополнительные эстрогены? Здесь всё зависит от показаний. Если у женщины очень активно проявляется климактерический синдром, в виде чего? В виде приливов. То есть это вот эти ощущения внезапного жара, холода, бессонницы, тахикардии. Это учащенное сердцебиение. В таком случае, конечно, врач может назначить при определенных показаниях заместительную гормональную терапию. Но во всех остальных случаях этого не требуется. Также многие женщины могут принимать эти препараты для того, чтобы снизить риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Но так делать точно не стоит. Сейчас уже доказано, что эти препараты не имеют как раз влияния на вот эти исходы. Поэтому принимаем только по показаниям. С эстрогеном понятно. Ещё одна важная для девушек тема – это диеты. Да, действительно, многие девушки худеют, но совершают при этом довольно много ошибок. Давайте их обсудим. Давайте. А пока Алёна выясняет, какие продукты надо есть всем женщинам. Ей слово. Какой хочет быть женщина? Красивой, стройной и счастливой. Что для этого нужно сделать? Добавить в свой рацион особенные продукты для женского здоровья. И чтобы эти продукты найти, я приехала на рынок. Буду искать их вместе с экспертом. Марина Макиша, врач-диетолог, Национальная ассоциация диетологов и нутрицологов. Марина, привет. Привет. Сегодня красивые девушки будут обсуждать продукты, которые помогут им стать ещё лучше. Какой первый продукт? Ну, смотри, мы как раз рядышком с ним находимся. Возьмём орех как раз для женской красоты. И это будет миндаль. Потому что миндаль – один из рекордсменов по содержанию витамина Е. А витамин Е, как известно, важен и для хорошего состояния кожи, и для хорошей репродуктивной функции. Поэтому съедать небольшую горсть миндаля в течение дня – это хорошая практика именно для женщин. Ну, смотри, уже приготовили миндаль. Спасибо. Миндаль. Что возьмём ещё? Теперь мы пойдём за продуктом, который богат фолиевой кислотой. Фолиевая кислота отвечает за процессы деления клеток в нашем организме. Беременным я знаю, что... Да, именно поэтому назначают её во время беременности дополнительно. Но мы можем получать её из продуктов питания обычных. И в первую очередь это различного вида зелень и особенно шпинат. Вот в шпинате много фолиевой кислоты. И поэтому, если вы будете включать шпинат в виде салата, просто пожевать, и даже в замороженном виде, всё равно вы будете получать этот важный витамин – витамин В9. А для чего нужно вот именно вот это деление клеток? Это чтобы они правильно делились? Процессы регенерации. Процессы регенерации. Обновления. Конечно, конечно. Каждый день в нашем организме келетки погибают, и каждый день их нужно восстанавливать. Это важно, девочки. Что ещё возьмём? Ну, конечно, я напомню, что женщины гораздо чаще, чем мужчины, страдают от анемии. И нам очень важно для профилактики этого заболевания употреблять продукты, которые болгаты гемовым железом. И опять же, гемовое железо – это железо, которое лучше всего усваивается в нашем организме. И рекордсменом по его содержанию является, хорошо всем известная, говяжья печень. Одна порция в неделю – это хорошая практика, которая поможет вам поддерживать запасы железа в организме, а значит, сохранять красоту, молодость и здоровье. Потому что при анемии выпадают волосы, сохнет кожа, ухудшается состояние ногтей, у вас отсутствует энергия. Да, да, да. Поэтому очень важно про этот продукт помнить и его употреблять. Берем говяжью печень для нашей красоты, девочки. Уже вот красиво выглядит все. Да, и мы сейчас пойдем, подберем еще одну очень важную гастрономическую пару для печени. Ты так мило! Да, и это будет болгарский перец. Потому что болгарский перец – один из рекордсменов по содержанию витамина С. В принципе, вам достаточно съедать всего половину перца для того, чтобы получить соточную норму витамина С. То есть 100 граммов. Я думаю, многие уже знают, что без витамина С не может быть нормальной выработки коллагена в нашем организме. У меня крем с витамином С, поэтому я знаю, что для кожи он точно чем-то полезен. Вот, как раз процесс биосинтеза коллагена требует этого витамина А. И, соответственно, это поддерживает эластичность, упругость и гладкость нашей кожи. А кроме того, витамин С помогает лучше усваиваться железу из печени. И поэтому вы можете приготовить что-то, вот какое-то блюдо, или потушить, или сделать котлетки. И дополнить салатом с болгарским перцем, для того, чтобы железо усваивалось лучше. Вот, перец со шпинатом можно. А вот сейчас я подскажу тебе еще один продукт, который мы сможем добавить к салату из перца. Это, кстати, такая будет мексиканский салат, который очень часто в Мексике готовят. Но этот продукт мы возьмем именно потому, что он очень полезен для женщин в силу того, что в нем содержатся фитоэстрогены. Фитоэстрогены – это такие вещества, которые похожи на молекулу женских гормонов, эстрогенов. И таким образом, в умеренном количестве они тоже поддерживают наш гормональный фон. А эстрогены отвечают как раз за качество волос, за качество ногтей, за гладкость кожи, даже за наше настроение. И этот продукт тоже всем хорошо известен. Это обычная фасоль. Марин, спасибо тебе большое за консультацию. На здоровье будьте красивыми, стройными и улыбайтесь чаще. А я передаю слово Маше. Она найдет ответы на самые популярные женские вопросы, которые некоторые даже стесняются спросить. Есть такие вопросы, которые интересуют многих женщин, но при этом они стесняются их задавать даже своим врачам. Например, вредно ли для женского здоровья носить стринги? Я стесняться не буду и прямо сейчас задам этот вопрос и другие своему эксперту. Юлия Валерьевна, мы уже обсудили миф о женском здоровье, но есть несколько вопросов, которые женщины стесняются задавать врачам. Я не буду стесняться и поэтому буду спрашивать прямо. Есть мнение, что женские трусы, стринги, вредны для, собственно говоря, женского здоровья. Так ли это на самом деле? Конечно, безусловно, нижнее белье должно быть обязательно хлопчатобумажное. И что касаемо стрингов, здесь есть всегда риск заражения кандидозом, вагенитом или бактериальным вагенозом. Это связано с тем, что стринги очень близко располагаются к анальному отверстию, и микрофлора, которая живёт в прямой кишке, может попадать во влагалище и за счёт этого вызывать определённые заболевания. Поэтому мы рекомендуем ношение стрингов исключительно в случае. Хорошо. Второй вопрос про другую часть нижнего белья, про бюстгальтеры. Есть распространённое мнение, по крайней мере, в интернете об этом много пишут, что бюстгальтеры с косточкой могут спровоцировать развитие рака груди. Потому что якобы косточки вот здесь как-то жмут, пережимают, что-то там происходит. И вот, здравствуйте, приехали. Так ли это на самом деле? Ну, вы всё правильно сказали, что это миф, это абсолютная неправда. Ношение бюстгальтера с косточкой не может ни при каких обстоятельствах привести к такому серьёзному заболеванию, как рак молочной железы. Мы, женщины, должны следить за здоровьем молочной железы, поэтому бюстгальтер необходимо выбирать комфортный. Он не должен передавливать, не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Самое главное, чтобы нигде ничего не давило. Да, не пережимало, не давило. Вот если продолжить разговор про рак груди, с бюстгальтерами понятно, они его не провоцируют. А как вообще часто нужно женщинам проверять свою грудь, чтобы вовремя заметить развитие вот этой страшной болезни? Смотрите, скрининговым методом обследования молочной железы у женщин от 40 до 75 лет включительно является маммография, которая выполняется в двух проекциях с двойным прочтением рентгенограмм и рекомендуется один раз в два года. Хочу ещё отметить тот факт, что очень важным является самообследование молочных желез. Мы рекомендуем такой осмотр проводить женщинам самостоятельно один раз в месяц. Как проводить самообследование, можно узнать у акушера-гинеколога, у терапевта. И в случае, если женщина обнаруживает у себя какие-то изменения или у неё есть жалобы. Причём это же не только на уплотнении, я так понимаю, что как бы... Да, могут быть выделения из соска, например, и женщина это заметит на внутренней чашечке бюстгальтера. Тогда имеет смысл как можно быстрее обратиться к врачу для выполнения уже уточняющей диагностики. В аптеках продаётся много витаминов, где написано «витамины для женщин». Вот только для вас, дорогие и прекрасные. Скажите, пожалуйста, что входит в эти витамины и имеет ли смысл покупать вот такие специализированные для женщин? Конечно, в современном городе, где мы живём, где много стрессов, очень быстрая, активная жизнь, безусловно, иногда мы нуждаемся в витаминах. Витамин D, A, E, C, а также микроэлементы селены, цинк и омега-3 жирные кислоты. Вот этот вот основной комплекс женщина может покупать в аптеке. Она может покупать её в рамках поливитаминов или какие-то группы витаминов или микроэлементов отдельно. Но для того, чтобы мы были здоровыми, красивыми, энергичными, мы должны понимать, что получить максимальный объём витаминов можно путём только сбалансированного питания, правильного образа жизни, хорошее настроение, эндорфины, улыбки. Вот мне очень понравилось, что мы так без стеснения ответили на вопросы, которые на самом деле интересуют многих женщин. И вот я до сих пор удивляюсь, почему же они стесняются их сдавать. Вот ходите к хорошим врачам и задавайте все вопросы, которые вас интересуют. Юлия Валерьевна, спасибо вам большое за очень интересную беседу. Спасибо, было приятно. А теперь слово Юлику. Он разбирается, какие ошибки при похудении могут спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем. Я очень часто слышу от девушек фразу «я на диете». И такое ощущение, что девушки только и делают, что худеют. Но оказывается, что многие из них делают это неправильно и допускают ошибки, которые могут привести к проблемам с женским здоровьем. Какие именно ошибки? Давайте разбираться. Ольга Андреевна, давайте найдём москвичек и узнаем о том, худеют ли они и как это делают. Давайте. Яна, мы сегодня разговариваем про диеты. Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь худели? Ну, вообще, да. Я стараюсь каждую весну есть гораздо меньше быстрых углеводов. То есть ограничиваю себя в булочках, в сладком. Правильно ли садиться на диету сезонно? Вот, например, Новый год можно всё, а потом сел на диету. Посидел чуть-чуть летом, покрасиво походил, потом опять до Нового года набираешь, потом опять... Правильно это или нет? Наука, на самом деле, говорит, что это не совсем правильно. Вот эти вот американские качели в то похудении, то в наборе веса и так далее, во-первых, это может запускать снижение метаболизма до замедления. Предлагаю разобрать наглядно, как это вообще выглядит. До диеты наша машинка с вами активная, быстрая, шустрая. Ну вот, мы с вами можем это, собственно, наблюдать своими глазами. Дальше мы сели с вами на диету, и машинка у нас явно замелилась. И после того, как мы с этой диеты снизаем, метаболизм у нас примерно на этом же уровне и остаётся к великому сожалению. При таких условиях человек уже начинает набирать гораздо легче, и похудеть ему как раз становится гораздо тяжелее. Второй очень неприятный момент – это повышение рисков развития онкологических заболеваний. Да, вот эти как раз американские качели в наборе снижения веса приводят к увеличению риска заболеть какой-либо онкологией. Не снижайте калорийность резко, это может повлечь проблемы со здоровьем. Анастасия, мы разговариваем сегодня о диетах. Худеете ли вы? Когда-нибудь худеяли, может быть? Да, вы знаете, один раз в своей жизни только я сидела на диете. Это было в школе, когда я ещё была подростком. Так. И это было прям, знаете, так, ну, по классике ты, гречка, клефир, ограничение сладкого. Ольга Андреевна, можно так делать или нет? Так делать не нужно. В целом, сидение на диетах – это эффектная история, да, на краткосрочную перспективу. Но потом мы с этой диеты встаём, возвращаемся к своему обычному пищевому поведению, и, собственно, эти килограммы сброшены у нас, возвращаются. Второй момент – вы были растущим организмом, да, подростком. Вы себя очень жёстко стали ограничивать в питательных веществах. Может нарушить рост человека, да, это первое. Второе – это может отразиться и на внешних проявлениях. Обратите внимание, что ваше питание должно быть разнообразным. Остались ещё какие-то ошибки? Давайте обсудим ещё одно основное. Это резкое снижение, например, да, условно. Человек худеет на 10, 15, 20 килограммов за месяц-два. Это много. Может обвиснуть кожа, нарушится менструальный цикл. Безопасный темп снижения у нас считается от 0,5 до килограмма за неделю. Соответственно, за месяц это примерно, ну, 2-4 килограмма – вот это самый оптимальный вариант для того, чтобы организм у нас адаптировался, постепенно перестраивался. Спасибо большое, Ольга Андреевна, за познавательную интересную беседу. Спасибо вам. Если вы решили похудеть, делайте это правильно и не допускайте ошибок. Дорогие женщины, следите за своим здоровьем. Оставайтесь красивыми и счастливыми. Это была программа «Доктор-24». Увидимся.